Общественный транспорт это главный способ борьбы с пробками и символ справедливого города. Электрические его виды самые эффективные, но не все так считают. Некоторые города уничтожили электротранспорт, заменив автобусами. Вы на канале Белорусский Урбанист. В одном из прошлых роликов я разоблачил 5 мифов о трамваях. Сегодня поговорим про троллейбусы. Погнали! Троллейбус медленный. Глупое заблуждение. Электродвигатель имеет лучшие динамические характеристики в сравнении с двигателем внутреннего сгорания. А скорость разгона очень важна для городских маршрутов. Машине необходимо разогнаться после каждой остановки. Современные троллейбусы быстрее своих собратьев на ДВС. Троллейбусы нужно заменять электробусами. Это не так. Электробусы еще не обкатаны и только начали эксплуатироваться. Их содержание в разы дороже. Про количество поломок в сравнении с надежными и в разы более дешевыми троллейбусами лучше и не говорить. Электробус проигрывает в одни ворота. Этот вид транспорта не рентабельен. Такие глупые обвинения часто звучат в адрес любого электрического транспорта. Коэффициент полезного действия электродвигателя в разы выше дизельного или бензинового собрата. В среднем расход на перевозку человека на троллейбусе в половину меньше, чем на автобусе. Сами троллейбусы имеют более длительный срок службы. И серьезное вложение в контактную сеть и подвижной состав окупается в течение нескольких лет. Уничтожение троллейбусной сети – это мировая практика. Наглая ложь. Авантюра московской мэрии по уничтожению троллейбуса – это плохой пример и полный бред. Да, в 20 веке и в США выпиливали троллейбус, ровно как и другие виды общественного транспорта. Сейчас же мир переживает электрический бум, и контактная сеть – отличный актив как для расширения троллейбусного парка, так и для закупки электробусов с динамической подзарядкой. Контактная сеть портит вид улицы. Не совсем так. Есть множество примеров красивой интеграции проводов в уличную среду. Чаще всего улицу портит визуальный мусор, такой как растяжки, неконтролируемая реклама и так далее. Троллейбусный провод, как и трамвайный, отлично вписывается в городскую среду. Мир переживает транспортную революцию. Повсюду создают новые линии, маршруты и транспортно-пересадочные узлы. Электротранспорт на переднем плане всех этих процессов. Троллейбусная инфраструктура, доставшаяся нашим городам, должна развиваться, а не деградировать. Если власти вашего города считают иначе, требуете развития электротранспорта. С вами был Белорусский Урбанизм. Всем хороших новостей.